Каким был уходящий 2018 год, какое новогоднее блюдо любимое и какой новогодний костюм надел бы, будучи сейчас ребенком? На эти и другие интересные вопросы в прямом эфире Радио Север-ФМ ответил глава региона Александр Цибульский. Уходящий 2018 год, признается в начале радиоэфира, губернатор Нейнского округа был самым ярким и насыщенным в жизни. Такого, отмечает Александр Витальевич, он не припомнит в своей сознательной жизни. Это было что-то удивительное с точки зрения того, что я освоился в округе, мне здесь успело понравиться. Я познакомился с огромным количеством интересных людей, я посетил места, которых раньше даже не подозревал, и мне даже подарили оленя. У вас есть персональный олень? Ну, да. А как его назвали? Вы его придумали, да, ему имя? Его зовут Олень. Олень Александру Цибульскому подарил глава общины Ямпто. Впрочем, забирать животное в город глава региона не стал. Олень остался по месту своего постоянного жительства. Но за его судьбой владелец следит, говорит, что уход ведется хороший. И в следующем году Александр Цибульский непременно навестит своего подопечного. А пока подготовка к Новому году. Этот праздник однозначно семейный, отмечает глава региона. Он традиционно встречает его с семьей, даже находясь в разных городах, благодаря современным технологиям. Сегодня вообще одно удовольствие встречать Новый год врозь и оставаться вместе. Сегодня есть разные программы, позволяющие включить видеосвязь и все равно оставаться вместе. Поэтому никаких таких особых традиций нет. Это всегда такой семейный, теплый праздник. Не всегда удается, повторюсь, его справлять вместе, но мы всегда остаемся на связи. Еще одна новогодняя традиция – загадывать желание под бой курантов. Да не просто загадывать, а сжигать бумажку с ним и опускать пепел в бокал с шампанским. И желание, говорит Александр Витальевич, обязательно сбудется. Отмечает, проверил на себе и не раз. Кроме шампанского, на новогоднем столе у главы региона обязательно салат Оливье и торт Наполеон. Каждый год с детства у меня собирались родители с друзьями и кто-то обязательно готовил торт Наполеон. Я даже знаю всех друзей и родителей, я знаю, кто из матерей моих друзей, кто собирались вместе, у кого из мам, какой торт Наполеон. И чей мне нравился больше в детстве, и чей меньше. Не знаю, почему-то у меня Новый год ассоциируется с этим десертом. Дальше Блиц опрос от ведущих. Отвечать на вопросы нужно быстро и не раздумывая. С чем у вас ассоциируется Новый год? Мандарины, шампанское, домашний уют. Вы уже нарядили елку? Еще нет. Какого персонажа для новогодней елки вы бы выбрали, будь вам пять лет? Спайдер-ман. Помните наизусть детский новогодний стишок? О, боюсь, что какие-то совсем банальные. Ну, давайте. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Также Александр Цибульский признался, что ему больше нравятся подарки дарить, нежели получать. Любимый новогодний фильм главы региона «Ирония судьбы», а песня «Новый год к нам мчится» в исполнении группы «Дискотека-авария». Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». «Новый год к нам мчится» в исполнении группы «Дискотека-авария» в исполнении группы «Дискотека-авария».